Продолжение следует... 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 Я Виктор, Светлана будет Дмитриевна. Здравствуйте, Виктор. Здравствуй. Я позвал тебя по такому вопросу. Анализировал эффективность нашей работы за последний месяц. И, к сожалению, отметил, что мы на 20% упали к прошлому году. Учитывая, что мы все зависим от этих показателей, и в первую очередь зависит от нашей зарплаты и успешность нашего отдела, я считаю, что мы должны пересмотреть формат нашей работы, установить какие-то правила, чтобы расти дальше. Вот сейчас хочу узнать твое мнение. Думаешь, почему такое возникло и как мы планируем это решать? Ну, почему возникло? Тут есть объективные и субъективные факторы, естественно. Объективные, нет смысла перечислять все, ты их знаешь. Это и сокращение рынка вообще для нашего товара, и сама по себе кризисная ситуация, вопросы с валютой. Мы сейчас, может быть, немножечко упали в показателях по отгрузке, но с учетом сложившейся ситуации у нас пересмотр контрактов идет по вопросу оплаты условий, и мы существенно сократили дебиторку. Дим, ситуация как бы понятна, но наши конкуренты упали всего лишь на 5%, а мы на 20%. Как считаешь это вообще? Потому что какие-то внешние причины или все-таки проблема в нас? Ну, смотри, в любом случае мы работаем в той сфере, в которой рассрочка платежей, да? То, что они отгрузили больше, не значит, что они выросли существенно, да? У нас… Извини, у меня просто… Финансовые результаты по финансовому директору, по отчету финансов. Давай обсудим через месяц, когда будет видно февраль и будут видны конкретные результаты декабря. Тим, смотри, в такой ситуации нас через месяц могут вообще закрыть. Я думаю, это нехорошо ни для нас, ни для меня, ни для тебя, ни вообще для компании в целом. Смотри, я хочу, чтобы ты посмотрел наш отчет, да, который я анализировал. Обрати внимание, что мы упали на 20%, и общее время отсутствия сотрудников на работе равно 25%. Я считаю, что эти два показателя очень взаимосвязаны. Поэтому начнем, давай, вот с себя. Как ты видишь сокращение данных отчетствий? Ты анализируешь месяц… Три месяца, смотри, по-моему, месяц. Изменения у нас в компании произошли, и твое назначение – месяц, да? Фактически, какие-то необходимости, вот новая схема работы у нас возникла месяц назад. И ты, во-первых, еще по году не подводил итоги. С учетом, опять же, того, что… Тебя уставила такая ситуация? Я все-таки хотела бы ответить на твой вопрос, да? Отсутствие на рабочем месте есть, но сам понимаешь, что хорошего менеджера, хорошего сейлза, но бекорна. Во-первых, мы смотрим новых поставщиков. Прошло по концу года несколько крупных выставок для того, чтобы дешевле и на лучших условиях покупать этот товар. Во-вторых, та же работа с дебютуркой… Я понимаю, я в курсе ситуации, я в курсе, мы уже с тобой каждый день общаемся по этому вопросу. Поэтому я в курсе, какие работы ведутся. Меня волнует вопрос, видишь ты взаимосвязь между отсутствием и падением наших результатов или не видишь? С учетом того, что у меня есть полная информация, почему на рабочем месте нет и чем заняты люди в это время, я этой взаимосвязи не вижу. Более того, я готова тебе предоставить полный отчет, который я к концу месяца готовлю как раз, что сделано, какие новые мероприятия сделаны, с тем, какие результаты это принесет. Тебе устраивает твой зарплат? Конечно, меня зарплата не слишком устраивает. Отлично, меня она тоже не устраивает твоя зарплата. Поэтому я хочу, чтобы мы вместе… Время. В среднем положении. Светлана, когда готовы, нажимайте на дальнюю кнопку, называйте робби для себя и перезариваем. Я Виктор Виталий Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотри, изменения произошли у нас не так давно, корпоративные мероприятия, праздники, отчеты, все хорошо, все замечательно, но наступает Новый год и надо разрабатывать план мероприятий, что мы будем делать, чтобы повышать эффективность отдела. И опять же, с учетом того, что мы с тобой теперь не просто сейлзы, а руководим этим направлением, этим отделом, нам как-то нужно, наверное, по-новому выстроить отношения между собой с учетом субординации и, соответственно, подумать, как мы будем выстраивать эти отношения с отделом. Я правильно понимаю, что те отношения, которые есть у нас, тебе не устраивают? Отношения меня абсолютно устраивают и всегда устраивали. Вопрос в том, что для того, чтобы отдел стал эффективнее, необходимо им руководить. У нас появились новые обязанности, в которых мы с тобой еще не работали рядом. И с учетом этих новых обязанностей твоих как моего зама, моих как руководителя, я считаю, что нужно как бы на берегу договориться, как мы с тобой занимаемся. Я только за основные действия, за порядок, который можно... Смотри, тогда... Какие конкретно у тебя предложения? Тогда у меня есть вопрос. Хочу понять, с чем это связано. В последнее время очень много и ты отсутствуешь на рабочем месте. Александр берет с тебя пример почти все время, также отсутствует. И я смотрю, ну, мне, во всяком случае, так показалось, что остальные сейлзы тоже почувствовали себя более свободными в гибком графике. Я вообще права, как ты это оцениваешь и с чем ты думаешь это связано? Я хотел ответить, в чем права еще раз? В том, что мы отсутствуем на работе или в том, что остальные начинают брать пример с ним? И в том, и в другом. Причины, по которым ты отсутствуешь, наверное, ты мне объяснишь. И не показалось ли мне, что, в принципе, весь отдел так считается? Я же тебе всегда объясняю свои причины. Ты же сам не отпускаешь, я тебе всегда говорю, куда, а зачем? Ну, ты же всегда в курсе. Поэтому, ну, по причинам, я думаю, все понятно. Ну, у тебя же все окей, я правильно понимаю? А касательно примера однозначно такого... А почему их стало так много, я не совсем понимаю? Ну, ты же сам понимаешь. Сам понимаешь, сейлзы такого уровня, они люди творческие достаточно. И для творческих людей очень жесткие рамки, они могут... Пауза. 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 Игроки, пожалуйста. Пауза. 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 работы отдела возможно ли это существующие дисциплины или ты видишь что это надо сделать ну и вообще в идеале хотелось бы от тебя план мероприятий каких-то в связи с твоим новым назначением значит ну на предыдущий вопрос я понимаю что все окей правильно по конкретно плану смотрим еще раз да сейлс менеджер у нас очень творческий такой состав собрался да и учитывая что большая часть продаж построена отношениях тоже не секрет поэтому я предлагаю провести дополнительное обучение по постройке отношений с партнерами для того чтобы они могли быстрее это делать соответственно возможно меньше станет раз таки отлучение от работы и повысится наши результаты тогда предложение какое обучение какая программа какой бюджет и и все-таки ты считаешь что это на дисциплину повлияет поединок завершён спасибо игрокам пожалуйста примите решение кому из игроков вы даете ваш голос когда у принято решение встретиться со мной глазами а и 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 так судьи напоминаю Светлана была игрок номер один Виталий был игрок номер прошу прощения Светлана была игрок номер два Виталий был игрок номер 1 2 со счетом 7-2 победил игрок номер 2 поздравляем аплодисменты пожалуйста комментарий Светлана я бы нанялась на работу как игрок номер один в силу того что доводы которые он приводил и формат беседших со мной как с подчиненным для меня выглядит как наиболее конструктивный и эффективный в принципе оставляет мне возможность если я не заупотребляю данной ситуации каким то образом повлиять на нее я не вижу никакой в данном случае агрессии вижу попытку разобраться на работе пирога ножва в принципе коллега все же сказала касательно доводов касательно того что было озвучено в процессе поединка было очень сложно определиться именно наши коллеги чашу весов на самом деле в моей лично во мне встанило именно обучение которое было вовремя поддержано игроком номер 2 я думаю что если бы ну лично для меня если бы обучение там какой-то вопрос стал я бы сказать наверное отдал больше инициативу игроку номер один но в игроке номер один очень много вопросов как и на тестовых поединках очень много вопросов очень много нажима без конструктива игроком номер два конструктива было больше и мне как сотруднику было намного приятнее и эффективнее работать под началом такого руководителя на работу как работа номер два в первую очередь да согласно выбор был труден а поменты были достойными готова была бы работать под руководством любого с тем только что стратегию взаимодействия с одним руководителем с другим строя по-разному почему игрок номер два потому что мне показалось что игрок номер один в роли руководителя потратил слишком много времени и ресурсов для того чтобы непонятно к какой цели прийти и по моим ощущениям его интересы в первом раунде не что делать дальше а кто виноват в ситуации я бы не хотела догадываться где у меня какие-то упущения да я бы хотела получать от руководителя обратную связь прямую неважно положительно отрицательную и в этом смысле игрок номер два для меня предпочтительнее со всей примутой и с пониманием общности интересов и с главным вопросом в фокусе что делать в фокусе несмотря на то что оба игрока не добрались до сути и не пришли к тому к чему их подвигает эта ситуация Виталий Виталий больше был готов к диалогу во втором поединке он несколько раз провоцировал Светлану на предмет вот так у нас нет вопроса и Светлана предпочла на эти вещи не отвечать предложение и что делать прозвучало в первом поединке от Виталия и как ты думаешь в чем причина мне кажется что вот это вот перевесило чешу хотя согласна игроки были равны я бы направил на переговоры игрока номер два поддержу самые важные и острые вопросы так и не были обсуждены в ходе этих поединков однако как мне показалось игрок номер два ближе точнее дальше прогибнулся к достижению своих целей и поэтому на переговоры лучше бы поехал он или она не знаю как сказать правил на переговоры игрока номер два за следующие проявленные качество переговорчик это четкая и быстрая формулировка своей позиции которая не позволяет оппоненту вольность в трактовке предъявленных претензий либо запросов что я не увидел в игроке номер один при этом предъявляя претензии игрок номер два не проявлял агрессию и в общем-то продолжал сохранять деловые отношения с оппонентом а также мне показалось важным то что отбирая власть в переговорах и находясь в позиции подчиненного вы из позиции подчиненного для руководителя не вышли то есть опять же это было сделано без агрессии без оправдывания а с использованием каких-то аргументов информации каких-то вот таких вещей которые оспорить было нельзя поэтому я свой голос отдам именно никакой номер два так ну я бы оставил хозяйство на игрока номер два собственно говоря по той по той причине что игрок номер два добился своего оппонента ответов да и на те вопросы которые она звучит был получен положительный ответ то есть по сути говоря если бы еще минуту то я думаю что цель была подостянута к сожалению игрок номер один не успел до этого дойти потому что было очень много времени потрачено на подвод увязывая разговоры то же самое в принципе было у игрока номер два когда он выступал с позиции подчиненного то есть она умела все-таки вызвать в оппоненте который стоял выше нее по рангу тоже согласен со своей позицией то есть это важно когда человек умеет добиваться поставленной цели особенно у него подчиненные в коллективе по итогу данного состязания данных двух раундов борьбы забота о собственности требует от того кто управляет двух качеств первое качество защищать естественно второе качество преувеличивать то есть нужно наступать и когда мы посмотрели обоих игроков в первом втором раунде как бы в равных ролевых распределениях мы увидели что игрок номер один в первом раунде к сожалению отличается неспособность сформулировать претензию большая часть времени была потрачена даже не на позиционную борьбу и уж тем более не на деловую борьбу а на расспросы о погоде природе а какой-то преамбуле вместо того чтобы четко сформулировать претензию которую нужно было в этом поединке сформулировать именно претензия что поведение друзей и поведение должностных лиц различается кстати претензирование игрока игрока 2 тоже не совсем получилось потому что игрок номер один во втором раунде когда вы пытались развести понятие что поведение ролевой друзей поведение в ролях подчиненный начальник требует разных категорийных оценок он все время вас сбивал с толку говоря ну я правильно понял вот это вы согласны с этим и вы пару раз не ловили его на том что сказать нет вы меня неправильно поняли давайте четко распределим вот это вот это поэтому с точки зрения нанесения удара как говорит Сунзи удар для того чтобы была победа должен быть нанесен камнем по яичной скорлупе игрок номер один проявил беззубость он не подготовил свой удар хотя у него было право назначать роли но удара не последовало значит я интерпретирую это на защиту и приумножение собственности как неспособность вообще собственность приумножить в рамках данного поединка игрок номер два не показал столь явных недостатков в этой борьбе но вы не смогли на мой взгляд до конца показать у игрока номер два некую его такую ненужную пафосность ведь он говорил лозунгами ничего конкретного он во втором раунде не делал предлагал обучение предлагал какие-то другие сомнительные вещи и это слова которые явно расходятся с его делами и вместо того чтобы вестись на слова вы должны были поговорить о делах конкретных ссылаться на еще последнее добавлю в конце концов по поводу хороших идей просить подчиненных в письменном виде подготовить но тоже не красить руководителя это это такой ход который воспринимается достаточно дешево и не является эффективным это трата времени все-таки время и ресурс спасибо коллега очень был детальный разбор ситуации поэтому мне в общем то останется обосновать только свое мнение я бы доверил управление игроку номер два в первой половине поединка он для меня наиболее существенным было то что он продемонстрировал владение ситуацией если находясь в позиции руководителя игрок номер один все время паниковал и требовал сутсисфакции то игрок номер два просто ситуации владел спасибо вам за то что вы это смогли продемонстрировать без без суеты обмака во второй половине поединка вы находясь уже как раз в позиции руководителя еще предлагать своему подчиненному горизонтальный контракт это мне было очень непонятно это не приводит к управлению нет и не достигает цели планирования поэтому к сожалению второй второй вторую половину поединка я не мог бы в вашу пользу хотя и не было у меня аргумента в пользу игрока номер один в результате проголосовал за второго игрока который все-таки смог в какой-то ситуации продемонстрировать свою компетенцию которая защищала бы собственность спасибо аплодисменты готовится готовится спасибо 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 спасибо